Росфинмониторинг внёс Юлию Навальную в список террористов и экстремистов. Юлия Навальная прокомментировала своё внесение в Рестр. Господи, час не открывала телефон, за этот час уже стала террористкой. Убил мужа, записал жену в террористы. Типичный Путин. Госдума требует запретить выпуск детских банковских карт с радужным единорогом от Сбера, ссылаясь на пропаганду экстремизма. Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Астанина направила обращение на имя Германа Грефа. В нём она потребовала остановить выпуск детских банковских карт с изображением радужного единорога. Об этом сообщили РИА Новости. Астанина рассказала, что ей поступают сообщения с недовольствами дизайном карт от родителей. Она подчеркнула, что радужная символика – это атрибут движения ЛГБТ, признанного российскими властями экстремистским. В Химках горит цех по производству керамических плит. Площадь пожара до 5000 квадратных метров. В подмосковном микрорайоне Сходня вспыхнула кровля производственного складского здания на улице Некрасова, пишет 112. Крыша строения частично обрушилась. В здании, кроме производственного оборудования, фанеры и других материалов, производства мебели было около 30 газовых баллонов. Из них 10 вынесли пожарные. Предварительно все люди успели эвакуироваться. Информации о пострадавших нет. Столб чёрного дыма видно из центра Москвы. Он доходит даже до подлетающих Шерементьева самолётов. Сообщается, что сам аэропорт работает штатно. На его работу пожар не повлиял. Предполагаемая племянница министра обороны Белоусова призвала прекратить обстрелы Украины. Женщина, которая представилась Натальей из Америки, племянницей министра обороны России, записала обращение к своему дяде. Женщина обратилась к Белоусову в связи с обстрелом детской больницы в Киеве, призвала его остановиться и не отправлять россиян на верную смерть. Женщина рассказала, что жила в Киеве 10 лет назад и часто приходила в детскую клинику со своей дочерью-инвалидом. По словам Натальи, недалеко от атакованной больницы по-прежнему живёт брат Белоусова. ФСБ заявили о предотвращении теракта на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. По данным спецслужбы, в марте 2024 года с офицером, проходящим службу на Кузнецове, в мессенджере связался неизвестный, который представился Олегом и стал уговаривать устроить на корабле теракт. Олег сообщил, что операцию курирует лично глава ГУР Кирилл Буданов и прислал компоненты для сборки зажигательного устройства. Он пообещал военному вознаграждение и выезд в Финляндию. Российские военнослужащие инсценировали теракт и сняли это на видео и отправили украинскому куратору. После этого Олег удалил аккаунт и перестал выходить на связь. ФСБ назвали это предотвращением теракта. Депутаты предложили в десятки раз увеличить размеры госпошлины за обращение в суд. Соответствующий законопроект скоро рассмотрят во втором чтении Госдума. Авторы проекта закона предлагают внести изменения в налоговый кодекс, убрав верхнюю границу госпошлины для имущественных исков и в десятки раз подняв её для неимущественных. В случае, если закон примут, подача административного искового заявления обойдётся в 3000 рублей вместо нынешних 300. Подача апелляционной жалобы также обойдётся в 3000 рублей вместо нынешних 150. Кассационных жалоб в суд, в общей юрисдикции и в Верховный суд в 5000 и 7000 рублей, соответственно, вместо 150. Авторы проекта также предлагают внести госпошлину за подачу частных жалоб. Сейчас это можно сделать бесплатно. Для подачи надзорных жалоб Президиум Верховного суда придётся заплатить 7000 рублей вместо 300. Певицу Настю Ермак в московском метро угрозами выгнал из вагона мужчина. В московском метро на станции Сокольники мужчина начал снимать поп-певицу Настю Ермак с её молодым человеком на телефон и удивляться её внешности. Он спросил, русская ли она, девушка ответила утвердительно и начался конфликт. Его Ермак сняла на видео и публиковала в своём телеграм-канале. Пассажирам по её словам было плевать. Она просила находящихся в вагоне мужчина помощи, они никак не вмешались. О случившемся потерпевшая уже сообщила в полицию. В Латвии к трём годам колонии приговорили прокремлёвскую активистку Елену Креле по обвинению в прославлении российской военной агрессии. Прокурор требовал для неё три с половиной года лишения свободы. Поводом для дела против Креле стали её публичной акции в поддержку российского вторжения в Украину. Носила на одежде литеру Z, цветок, напоминающий красную звезду. Вывешивала из окна квартиры российский триколор, надписи «Путин мой друг» и другие декорации, которыми выражена поддержка России. У женщины также часто видели с собой красное удостоверение с гербом России и надписью МВД России. Субтитры создавал DimaTorzok